Семиклассница Олеся Пашковская Олеся, Новый год мы встретили, зимние каникулы позади, но так хочется, чтобы праздник продолжался. Вот мы и будем его продолжать. Тебе завершать начатую еще в прошлом году тему, поэтому готовься к новогодней разминке. Мороз для Снегурочки. Он ей кто? Дед. Правильно. Прозвище Деда Мороза? Красный нос. Верно. Главный атрибут новогоднего праздника? Ёлка. Да. На нем Мороз рисует морозные узоры. Окно. Правильно. Хранилище подарков Деда Мороза? Мешок. Верно. Природное явление, вызывающее неустойчивость и высокую подучесть населения зимой. Гололед. Он. Длинная узкая лента из цветной бумаги, которую бросают друг в друга на новогоднем празднике. Говори дальше. Это серпантин. Разноцветные бумажные кружочки, которыми осыпают друг друга на новогоднем празднике. Конфетти. Верно. Русская народная сказка о том, как красавицу Настеньку отвезли замерзать в зимний лес. Морозка. Он битый вез в небитую лесу и ловил в проруби рыбу на хвост. Сказку. Вспоминай. Битый небитого везет. Помню, как называется. Кто ловил рыбу на хвост? Все. Стоп. Волк. Таким образом, за минуту разминки Олеся ответила на семь вопросов. Продолжаем игру. Хоть и праздник позади, но мы продолжаем новогоднее попури. Представитель какой профессии является символом Нового года в Прибалтике? Это булочник, мясник, трубочист или парикмахер? Встреча с кем рады в Прибалтике в новогоднюю ночь? С веселым булочником, мясником, трубочистом или парикмахером? Булочником. Булочником? Я не знаю. Ты не знаешь эту традицию. Хорошо, так знай. Это трубочист. Встреча с ним, как гласит поверье, приносит счастье. Ради такого случая трубочист наряжается в парадную форму. Сюртук с двумя рядами блестящих пуговиц, традиционный цилиндр и пренепременно белые перчатки. Следующая тема – коллеги Деда Мороза. Обязательными атрибутами внешнего вида этого местного Деда Мороза являются белая борода, красная шапочка с помпончиком на конце, плавательный костюм, облегающий загорелое тело и солнцезащитные очки. Чей это Дед Мороз? Африканский, азиатский, австралийский, южноамериканский Дед Мороз. Какой же дедушка выглядит так не очень традиционно, скажем, для нас? Ну, пусть будет австралийский. Это ты так просто выбрала на бум или знаешь? На бум. На бум выбрала? Так знай! В Австралии на Новый год нет снега. Открыт купальный сезон и стоит жара. Тамошний Дед Мороз, а вернее Санта-Клаус, появляется на пляже в легком костюме серфера. Поиграем в «Веришь, не веришь»? Да. Я буду тебе называть традиции разных стран мира новогодние. А ты должна сказать, веришь или не веришь в эту традицию. Думай хорошо. В Гвинеи в первую новогоднюю ночь принято водить по улицам слонов. Веришь или не веришь? Нет. Не веришь, что есть слоны в Гвинеи? В это верю. А то, что их в новогоднюю ночь водят, не веришь? Зря не верила. Верю. В Гвинеи в Новый год по улицам часто водят слонов. Они являются символом мощи и богатства. Давай еще одну традицию. Подумай хорошо. Слушай, хорошая традиция. Во Франции в знак особого внимания к хозяевам гости приносят в качестве новогоднего подарка толстая полена. Веришь или не веришь? Верю. Веришь. А зачем полена? Во Франции символом благополучия и семейного очага считается большое полено, которое зажигается в каминах домов. В вопросах на засыпку у Олеси два балла за австралийского Деда Мороза и два балла за французское новогоднее полено. Итого четыре очка. Остается последний раунд. Встречаем год лошади, разгадывая лошадиный цветной кроссворд. Выбирай свой любимый цвет. Зеленый. Зеленый. Смотрим, что лошадиное у нас под зеленым цветом. Как называется предприятие для разведения породистых и племенных лошадей? Пять букв. Не знаю. А ты думай, у тебя еще есть время. Проси открыть первую букву, если что. Первую букву. Не сдавайся никогда так сразу. Где же у нас разводят породистых и племенных лошадей? На каком предприятии? Первая буква З, а всего пять букв. Не знаю. Сдаешься? Да. У нас есть конные или конские заводы. В ходе своей индивидуальной игры Олеся Пашковская набрала 11 баллов и уступила место в финальной битве Екатерине Кривцовой. Кате предстоит встретиться один на один с довольно сильной соперницей Юлией Колпаковой. Финал играем через неделю. Олеся, хотим пожелать тебе в этом году наступившему всего самого-самого лучшего, больших тебе достижений и побед. Сейчас ты можешь пока и передать кому-то привет. Хочу пожелать удачи своей подруге Юлии Колпаковой. Она вышла в финал. Хочу, чтобы она победила. Будешь за нее болеть? Да. Тогда маши ей ручкой. АПЛОДИСМЕНТЫ